Ну не знаю, как вы, друзья, а здесь метроэкспо. На самом деле вроде и много, где можно покушать, но на самом деле немного. Вот в обеденный перерыв я отправлялся в соседний зал, где работают наши партнеры. Это еданколесов.com. Вот Рафаэль сегодня у нас здесь в гостях. Есть возможность немножко пообщаться. Рафаэль, как впечатление от выставки? Супер. Выставка очень организована. Пользуясь случаем, хотел сразу поблагодарить Евгению Щербакову, организацию, кто нас сюда пригласил и дал эту возможность показать себя. Надеюсь, мы ее не разочаруем. Мы сегодня обеспечим весь фудкорт, и этим фудкортом мы хотели показать, что фудтраками можно накормить такое большое количество людей. Я не знаю, сколько всего сейчас посещения, может, до 30 тысяч доходит, но и наши заказчики довольны, кто на фудтраках приехал. И мы видим счастливые лица вокруг фудтрака. И сытых, главное. Да, да. И вкратце, мы производим фудтраки, стараемся, чтобы эти фудтраки очень хорошо выглядели. То есть это такие дизайнерские вагончики, ну вы видели их. Я видел, да. Да. И мы пытаемся показать сегодня на выставке то, что такие красивые вагоны могут спокойно вписаться в любую архитектуру. Они могут быть брендированы различным образом. У нас разные модели, и на них можно реализовать разную концепцию. Вот скоро выходит закон о выездной торговле, и там будет проговариваться о том, местное самоуправление может решать о том, как он выглядит. Ну то есть давать то место или не давать, в зависимости от его визуализации. В данном случае вот как раз мы и показывали то, что они выглядят замечательно, люди довольны, разные концепции, и это хорошо вписывается в архитектуру. Что еще хотел сказать, то что мы сегодня начали производить модели для таких крупных ритейлеров. Допустим, метро Кэшн Керри приобрела сегодня Путрак, но это использовала как автолавку. То есть мы сделали фасоль. Вот там вдалеке видно фасоль. Это магазин уже, то есть это не Путрак. Также мы делаем барбершопы, парикмахерские и мобильные офисы. Так как у вас специализированная ритейл передача, канал, я хотел бы еще, пользуясь случаем, обратиться, что нам бы побольше бы мест. Вот мы показали, как мы можем. Вы дайте нам места, если у вас нет фудкорта, то наши заказчики, кто покупает у нас футраки, они могут вас обеспечить качественной вкусной едой. Футраки на сегодняшний день сделаны полностью в соответствии всем требованиям Санфина. Они могут работать даже автономно, если надо. Мы ставим генераторы до 21 кВт. Там встроены баки до 125 литров. И те возможности, которые делают фудраки... Представляет ваша компания. Да, у нас очень хорошее конструкторское бюро, и мы всегда внутрянку делаем индивидуально под каждого заказчика. Что это такое? Это то есть гастроэнтузиаст или малый предприниматель, который давно хотел реализовать свою мечту и хотел поставить открытый мангал или пицца-печь. Мы ему это все делаем, и он может потом быстро войти в ресторанный бизнес и показать свои возможности. Я так понял, что гастрономический бизнес – это ваш такой основной локомотив, но тем не менее, если кто-то хочет открыть какое-то нестандартное направление бизнеса на колесах, не знаю, например, стоматологический кабинет, то у вас тоже не возникнет с этим никаких проблем. Совершенно верно. Цветочный магазин, повторюсь, барбершопы, салон красоты, мастерская, ремонт телефонов и так далее. Ну, то есть это как квартира без отделки, в которой можно сделать любое направление. Очень важный момент в трейлере, что можно делать? Можно тестировать локацию. Вы поработали в одном месте, у вас, вы видите, поток здесь не идет на вашу концепцию. Вы можете всегда переехать и поработать в другом месте. Что сегодня происходит? Ты открываешь маленький магазин или ты открываешь ресторан, вбухиваешь там в ремонт, у тебя не пошло, этот ремонт твой пропадает, у тебя бэушное оборудование, в котором ты еще что-то как-то пытаешься вернуть свои деньги. Здесь у тебя кутра, который уже твой. Ты приехал на место, поработал и уехал. Сколько стоит такая услуга? Вот 990 тысяч у нас идет минимально маленькая модель, которую мы сделали для метро Cash & Carry, но тоже она зависит от комплектации и можно его там и до 4,5 миллионов рублей накомплектовать. Тоже зависит от комплектации. У нас там есть теплые полы, тепловые завесы, кондиционеры, колонки, камеры, любые другие удобства, которые не влияют на кухню, но влияют на комфорт, пребывание. То есть если вы ориентированы на лакшери-сегменты, хотите сделать фудтрак С-класса, то еда на колесах точно знает, как удовлетворить абсолютно любую потребность. Рафаэль, спасибо. Я желаю, чтобы на каждом углу, на каждом светофоре, в каждом районе находилось как можно больше ваших фудтраков. Спасибо. Лишь бы ваши пожелания не сбылись. Все, нас услышат. Спасибо.